Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Когда начинаю встречаться с парнем, уже на стадии переписки пропадает аппетит, она прямо тошнит. А по моему мысли о нем и встреча из первого волнения не волнения, ничем не могу себя отвлечь или приказать. Это волнение совсем неприятное, такое тягостное, в животе бывают легкие спазмы, как при испуге, когда вспоминаю даже на секунду о нем и слышу звук сообщения. В то время, на неделе, пока мы не встречаемся, аппетит немного возвращался, но ко дню свидания снова становится плохо. Сил нет, постоянная усталость, желание продолжать общение, потому что меня это состояние выматывало. И я думаю, как было хорошо, когда у меня никого не было. Хотя на этом мне было очень одиноко и хотелось общения и тепла. Это происходит не с конкретным парнем, а со всеми, с кем я пробовал ознакомиться и кто мне симпатичен. Человек мне в большинстве случаев приятный, я считаю, что готов к серьезным отношениям, но судя по состоянию, видимо, нет. После первого поцелуя с последним парнем, меня так сильно затошнило, что я думал и вырвет. Хотя поцелуй был приятен, я не боялась, его хотела. Как мне что, это хотя бы примерно. К какому врачу можно обратиться, психотерапевту или психологу? Из-за этой проблемы рву все начинающиеся отношения, не доказано интимных. А я и так худая. После такого стресса и голодания боюсь вообще испариться. Мне 25. Два основных момента я хочу сказать, которые, на мой взгляд, являются ключевыми в данной ситуации. Первое, это то, что вам одиноко и хотелось тепла и общения, что говорит о том, что у вас есть внутренний конфликт и внутренняя диссоциация. То есть вы чувствуете себя не на том месте, не там, где вы должны быть, не такой, какой вы привыкли. С этим нужно работать. По крайней мере, решить ваш внутренний конфликт и увидеть, что конкретно вы себя обесцениваете и помочь вам делать это, ну скажем так, более гуманно, да, по отношению к себе. Это первое. Второй момент, на который хотел бы также обратить ваше внимание, заключается в том, что вы хотите серьезных отношений. Что такое серьезные отношения? Ну, то есть, буквально, что они из себя представляют. Серьезные отношения – это как? Как это быть в серьезных отношениях? Чем отличаются серьезные отношения от несерьезных? Можете ли вы ответить на эти вопросы? Это не праздный вопрос, как вам может показаться. На самом деле, это вопросы весьма серьезные. Потому что, если вы, допустим, тяготеете к серьезным отношениям, то вы пытаетесь себя защитить. Вопрос в том, от чего. Почему вас, почему вас, точнее. Потому что вы боитесь сближения. Вы боитесь близости? Вы боитесь близости? Психологической близости боитесь? Боитесь вы и интимной близости? Это тоже. Ну, отвечая вам на вопрос, а вследствие чего вы боитесь интимной близости или эмоциональной близости? Я отвечу вам на это примерно так, что обычно человек, у которого это происходит, испытывает довольно серьезные трудности с личными границами. То есть, человек испытывает некоторую, так скажем, сложность в том, чтобы, во-первых, во-первых, репрезентовать себя. Ну, то есть, продемонстрировать, показать, проявить, реализовать. Это первое. А второе. Человеку сложно себя защитить. То есть, психологически, именно психологически, человеку тяжело, именно вот, ну, трудно, скажем так. Отстраниться, отграничить себя от другого человека. Именно с этими моментами нужно работать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...